Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Хочется поблагодарить организаторов за возможность рассказать о центре, который еще не начал свою работу, но вот-вот начнет ввод в эксплуатацию протонного центра и всех остальных подразделений этого центра. Строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России в городе Дельмитровграде было реализовано в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на основании поручений президента Российской Федерации. Все это началось в 2006 году. В 2010 году были подписаны основные документы. И, в общем-то, как и понятно нам, что достаточно долгий проект, длился 9 лет, но, тем не менее, в общем-то, практически вышел на свою финишную прямую. Вот так он выглядит сегодня. Это практически снимок сверху. И в городе Дельмитровграде создан первый в стране уникальный комплекс замкнутого цикла, где на одной площадке представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. Используемые в ядерной медицине. Какие основные задачи сейчас стоят перед центром? Это оказание высокотехнологичной медицинской радиологической помощи, применение новых технологий, радионуклидной диагностики и терапии, лучевой терапии, протонной терапии, подготовка высококвалифицированных кадров по медицинской радиологии. Вот здесь, на этом слайде, представлена структура ФВЦМР. Ну и основные его зоны, да, вот такие, которые отличают его от других центров. Это протонный центр и корпус радионуклидной терапии на 37 активных коек. То есть это самое большое отделение радионуклидной терапии в стране. И, в общем-то, такого уровня первый в России центр протонной терапии, который обладает возможностью использования четырех процедурных комнат. По пропускной способности при выходе на полную мощность протонный центр сможет обеспечить высокотехнологичной помощью 1200 пациентов в год. А отделение радионуклидной терапии – это 2250 пациентов в год. Также есть стационар на 312, коек, поликлиника достаточно с большим объемом посещения и ПЭД-центр со своим циклотроном, который сможет обеспечить 10 тысяч пациентов в год. В центре на сегодняшний день представлены все диагностические технологии, имеющиеся практически. Сейчас набираются штаты и оснащаются лаборатории. Все это, в общем-то, в процессе лицензирования. Дальше я скажу этапность как бы ввода центра. Не буду останавливаться. То есть целый корпус – это консультативная поликлиника, общую площадь вы на слайде видите. Представлено достаточно большой диагностический блок – это магнитно-резонансная томография, компьютерная рентгенодиагностика, денситометрия, функциональная диагностика, эндоскопическое отделение. Центр позитронно-эмиссионной томографии, свой циклотронный комплекс, так же, ну, как уже и сказала, в отдельном корпусе. Циклотрон-пэттренс для производства радионуклеида, то есть мы будем производить углерод 11-й и фтор-18-й с возможностью синтеза радиофарм препаратов различных на основе углерода и фтора. Блок радиодиагностических исследований, то есть есть гамма-камера Infini-GE, и также ПЭТ-КТ, представленный фирмой Philips, достаточно современный аппарат. Круглосуточный стационар сейчас – это 312 коек. Пока вот такое распределение по тем локализациям, которые будут представлены, но, возможно, еще варианты. Основной акцент, конечно, в центре будет для пациентов, которые будут нуждаться в лечении с помощью ядерной медицины. Радиологический корпус также представлен в отдельном корпусе. На сегодняшний день это в парке его три линейных ускорителя фирмы Varian, две системы для брахиотерапии фирмы Varian, рентгенотерапевтический аппарат фирмы Wolf и компьютерно-томографический симулятор фирмы Philips. Ну, вот основные аппараты здесь представлены. Это Клиник 2300 с различными энергиями, которые могут использоваться в лечении. И две рабочих лошадки – это Varian Unique и Varian Клиник 600. Также у нас два аппарата для брахиотерапии. Это Гамма-Мед Плюс Вариновский и рентгенская передвижная С-дуга Амика. Ну, так выглядит рентгенотерапевтический аппарат Wolf T200. Корпус радионуклеидной терапии на 37 активных коек. В настоящий момент проводится лицензирование. Очень мы благодарны своим коллегам из Красноярска, которые, в общем, нам помогли в оформлении документов, сейчас первичных для лицензирования, показали очень много, поделились своим опытом. И надеемся, в общем-то, в ближайшее время провести лицензирование. И 2020 год, наверное, в общем-то, мы уже сможем оказывать эту помощь. Реабилитационный корпус. То есть, как мы видим, даже вот в этом году на Белых ночах целая огромная программа, которая посвящена реабилитации. И здесь, в общем-то, возможно реализовать всю эту программу. То есть, закуплено все необходимое оборудование для того, чтобы активно развиваться в этом направлении. Ну, и наша гордость, да, это корпус протонной терапии, как мы его называем, протоша, сыночек. Блок, который состоит из себя из блока протонного пучка, циклотрон, отделения предлучевой подготовки и отделения лучевой терапии, которая включает в себя четыре лечебные комнаты. Ну, всем известно, что протонная терапия – самый современный эффективный метод лечения. Подавляющее большинство опухолей облучения протонами проводится с высокой точностью. И ткани, которые находятся на пути пучка, остаются неповрежденными. Это особенно важно при терапии глубоко залегающих и сложенных расположенных образований. Система протонной терапии у нас представлена системой IBA, Proteus+, которая введена в эксплуатацию в протонном центре и является уникальной для России по своим характеристикам, превосходя даже аналоги, установленные в онкологических центрах различных стран мира. Циклотрон для протонной терапии С235, и вот вы видите эту буковку В3 бельгийской фирмы IBA, был усовершенствован совместно с Объединенным институтом ядерных исследований города Дубна, в результате чего оптимизация процесса, что произошло? То есть ускорение протонов значительно… Ну, как сказать… То есть ток пучка увеличился практически в три раза, то есть с 50 до 75%. Циклотрон генерирует энергию 235 МФ, это его максимальная энергия, и может варьировать от 70 до 235 МФ. Имеется 4 лечебные комнаты. Ну, две комнаты считаются такими наиболее прогрессивными, то есть они оборудованы самым современным оборудованием, которые позволяют лечить пациентам методом сканирования карандашным пучком. Использование методики сканирующего карандашного пучка позволяет обеспечить реализацию пика брыга в заданном слое с четким соответствием форме опухоли посредством так называемых спотов, то есть так называемые пятна, которые позволяют лечить на разной глубине. Ну, здесь вот представлена методика облучения сканирующего карандашным пучком, но регламент уже достаточно мы перебрали, я не буду останавливаться на деталях, потому что, в общем-то, в ближайшее время, наверное, выйдет статья, описывающая все эти методики. То, что мы можем предоставить. И для реализации доставки протонного излучения к мишени в этих комнатах используется диапазон энергии от 100 до 230 мегаэлектроновольт с максимально возможным полем облучения 30 на 40 сантиметров. И также возможность доставки протонной терапии с модулированной интенсивностью так называемой МПТ. Третья процедурная комната оборудована системой Гантри с фиксированным положением сопла под углами 90 и 30 градусов, то есть здесь уже нет такого движения. Но зло мы имеем фиксированное положение. Но, тем не менее, эта комната тоже интересна, потому что достаточно у нее более высокая пропускная способность в отличие от первых двух комнат, которые, как бы, может быть, и считаются более высокотехнологичными. Но на общем потоке, я думаю, что эта третья комната тоже найдет себе применение и для каких-то локализаций даже, наверное, будет более оправдана. Четвертая процедурная оборудована малым фиксированным горизонтальным пучком, которая позволяет проводить лечение небольших до 4 сантиметров поверхностно расположенных в опухоли. В основном это офтальмологические опухоли, ну и чаще всего используются при заболевании меланомы глаза. Методика в этих комнатах облучения отличается от первых двух комнат и называется так называемая методика облучения равномерным сканированием. Здесь используются индивидуальные апертуры и поле формируется после того, как уже сформирована апертура, которая изготавливается в специальной мастерской, после того, как программное обеспечение покажет форму той заготовки, которую нужно будет прикрепить к нозлу для проведения этой терапии. Система позиционирования и проверки положения пациента также, в общем-то, достаточно современная. Это роботизированные манипуляторы кушетка и система верификации на сегодняшний день. Это рентгеновские трубки устройства, цифровое реализация и программное приложение, специально разработанное, которое, в общем-то, работает вместе с лазерными устройствами. То, что мы хотим сделать определенный апгрейд, я дальше там это скажу. Пациент будет доставляться в лечебную комнату с помощью так называемых PET-логов, то есть не нужно тратить время на укладку в каньоне. Пациент укладывается уже в специальной комнате для предлучивой подготовки, и дальше уже роботизированный стол снимает его с этой каталки, и время нахождения в каньоне укорачивается и для пациента, и для персонала, потому что все равно существует определенная пропускная способность, ну и, в общем-то, нейтронное излучение тоже никто не отменял, поэтому чем меньше там находится персонал, тем, в общем-то, все это на порядок лучше. Шесть степеней свободы устала, то есть возможность после того, как сделана визуализация, да, и мы уточнили ошибки те, которые произошли при позиционировании, возможности их подкорректировать. Ну, тоже роботизированном столе, то есть, который установлен в трех лечебных комнатах, ну, вот имеет шесть степеней свободы, и, в общем-то, достаточно большой вес пациента может удерживать до 180 килограмм. Ну, уже сказала, да, что система проверки позиционирования состоит из аппаратных и программных компонентов для обеспечения корректного позиционирования и выравнивания мишени, подлежащие облучению протонным пучком. Визуальный контроль положения осуществляется с использованием высокочувствительных рентгенских цифровых систем высокого разрешения. Какие же есть перспективы для того, чтобы превратить этот центр именно в центр протонной терапии и вывести его на уровень лучших центров мировых? Ну, скорее всего, это оснащение лечебных комнат CBCT-системы, то есть визуализация уже непосредственно в пучке, и необходимо встроить компьютерный томограф для получения снимков в коническом пучке. Но фирма IBE, чем она хороша для реализации вот этих проектов, то есть все их системы, протеусы, даже если они изначально самые первые, они имеют вот эту способность, как лего, получать определенный апгрейд. То есть всегда к ним можно добавить дополнительные вот эти возможности. Также мы, конечно, думаем о том, чтобы оснастить лечебные комнаты комплексом инвива дозиметрии в последующем, для того, чтобы проводить и научные исследования и так далее. Апгрейд нозла для получения возможности варьировать диаметр генерированного пенси-бим-сканинга, максимально подстраиваясь под размер и форму мишени. То есть сейчас мы пока это не имеем, но эти варианты осуществимы. Ну и думаем о том, какую все-таки использовать, какое программное обеспечение. Ну сейчас присматриваемся. Сейчас заинтересовала Research Laboratories фирма. Ну смотрим на них, но пока еще, конечно, это решение не принято до конца. Ой. Спасибо за внимание. Спасибо, Елизавета Александровна. У нас осталось время, я вижу уже лес рук, которые... И вот сейчас вы не уходите, пожалуйста, Елизавета Александровна. Давайте с вас начнем. И потом сейчас вот вопросы будут задаваться, после того, как Елизавета Александровна уйдет, все, кто выступал. У нас есть время. Да, обсуждение. Вопросы можно, да? Нужно. Значит, это наболевший вопрос. Протоны. Консультируем больных. Вот я лично консультирую больных, и все подходят. Они, протоны подходят, и как туда попасть? Первый вопрос. Когда вы откроетесь, раз. Второй вопрос. Учли, как будет идти лечение, платно, не платно? Второй вопрос. И будет ли какой-нибудь подход, потому что вы сказали, один из самых современных, ну, карандашное сканирование, карандашное сканирование, оно немножко иное, как локальное облучение, потому что, если на входе, на входе ноль при пике Брэга, а если карандашное сканирование, вход уже идет чуть-чуть посередине, там, когда увеличивается площадь облучения, площадь облучения, там не совсем, и поэтому в мире неоднозначно относятся к протонной терапии. Если можно, задайте вопросы. Значит, на сегодняшний день мы заканчиваем снятие модели пучка, и сейчас переходим уже приблизительно, наверное, в июле месяце на проведение работ на фантомах, и, в общем-то, практически будем готовы. Дальше это будет зависеть от того, как, ну, почувствуем, что пациент подобран, все уже у нас есть, и надеемся в сентябре запустить первого пациента. Может быть, это будет немножко раньше. Сложно сказать. По поводу оплаты, то есть это федеральное учреждение, документы для подтверждения квоты на облучение протонами мы отправили, и ждем, в общем-то, от министерства получения вот эти определения цены и определения высокотехнологичного лечения в счет квоты. Также начали уже заниматься оформлением детской лицензии, потому что, ну, наверное, это будет преступление не начать лечить там детей, да, в ближайшее время. Хотя первых пациентов мы будем лечить в рамках клинических апробаций. То есть четыре протокола сейчас отправлены также в министерство. Это, ну, я не буду сейчас говорить, какие локализации, разные четыре вида. И, ну, может быть, и все подтвердится, посмотрим. В плане, насколько это эффективно, я надеюсь, что, если все будет хорошо, мы можем уже в следующем году первые результаты доложить. И отслеживать, конечно, каждого пациента и все, что будет происходить. Пожалуйста, вопрос еще. Да, Валерия Владимировна. Какие локализации вы хотели обращать в учении способной терапии с использованием профилактики? Ну, на самом деле, мы сейчас не думаем о том, с каких локализаций, а думаем, как мы можем это реализовать, как для нас это будет проще. Естественно, проще то, что лучше зафиксировать и попасть в мишень. То есть, скорее всего, это будет головной мозг. Да, первые пациенты. Потому что, ну, это проще фиксации, понимаете, и визуализации на сегодняшний день. Но, тем не менее, ну, раз уж уже, да, тайны мы раскрываем, то есть, это будут и образование печени, и первичные, и вторичные, и предстательная железа, и, скорее всего, меланома глаза. Ну, то, что подтвердят нам. Это пока еще вопрос, который не решен. Скажите, пожалуйста, рассматривали ли вы уже как-то комбинированные дистанционно-лучевой терапии, вот вы сказали, предстательная железа, и протонной терапии, либо других локализаций, ну, вот именно комбинированный метод. Ну, конечно, я вообще выходец, да, из Санкт-Петербурга, из школы ЦНИРИ, где комбинируют всегда и дистанционно, и локально, и ангиографию, и химиотерапию, и все, что с этим связано. То есть, естественно, мы будем об этом думать, и начинать мы будем с простого, дальше будем усиливать, и, в общем-то, готовы к любому сотрудничеству, у кого особенно есть какие-то контрольные группы, потому что там новизна будет во всем, при любых сочетаниях протонов с дистанционной, с таргетной методерапией и так далее. Пока следующий вопрос не задали. Елена Александровна, Вы, Елизавета Александровна, представьтесь, Вы медицинский физик или Вы радиотерапевт? Я заместитель главного врача традиционной онкологии в городе Димитровграде, радиотерапевт, доктор медицинских наук. Очень приятно, спасибо. Добрый день, очень приятно. Скажите, радионуклидная терапия, Вы планируете лечение для пациентов с нейроэндокринными опухолями, в частности, люцетии 177? Мы планируем все, лишь бы нам вот осилить. А, по излучателям, актини 225? Начинать будем с йода, а дальше будем развиваться. Когда нам ждать примерно? Сколько нам ждать? Как только появится йод и все заработает, наверное, можно будет уже об этом думать. То есть получать дополнительные какие-то лицензии. Сначала будет йод, да. А сколько ждать люцетия? Я не могу вам сказать, нам надо еще запустить йод. С учетом все равно определенного кадрового голода, да, и... Я прошу прощения, у меня один еще вопрос, Елизавета Александровна. Касательно вашего все-таки вот дополнительного оборудования, да, бракетерапии, на каком изотопе вы планируете работать? Мы на Иридии будем. На Иридии, да. И планируете ли вы все-таки оснащаться еще и для 3D-планирования, да? Потому что ЦДУГА все-таки это не 3D. Мы на самом деле планируем и планировать, потому что у нас там все это позволяет. У нас КТ-симулятор стоит прямо вот рядом с бракетерапией. То есть мы, наверное, и будем так планировать, а проверять уже на ЦДУГА. Ну, для опухолитаза еще бы МРТ, там, ну, просто такой набор всего, что же, ну, грех не воспользоваться. Уже думали. Да, да, да. Да, да. Ну, то есть направление больной берет 57-ю форму в Москве и едет в Димитровград и его принимают. Или как? Сейчас это продумывается. То есть насколько это, как это нужно. Либо это будут какие-то сателлитные центры в городах, да, потому что, ну, ехать далеко, понятно. Либо это все-таки будет выведено на рамки телемедицины. Для этого тоже мы, в общем-то, все оборудование написали для закупки вот этих кабинетов, да, для телемедицины. Но пока закона нет такого все-таки. Предполагается еще какая-то гостиница или какой-то пансионат при вашем центре, потому что ведь там выводит и момент диагностики, и пациентов вы не сразу будете брать или консультировать, а где-то дообследовать. Больной где-то должен жить. Димитровград, население большое у него? 120 тысяч человек. Сейчас собирались представители власти, то есть были уже несколько достаточно серьезных совещаний для того, как вообще инфраструктуру всю эту подготовить для запуска центра. Но пока мы, прошу прощения, пока мы справимся, все-таки у нас есть 312 коек. Да, но все-таки такого пансионата отдельного, где бы жили пациенты в начале, прежде чем их... Пока нет. Пока нет. Это не планировалось, да? Ну, я думаю, что что-то будет в этом. Вопрос этот как-то будет решаться. Потому что будут, если и дети, и родители, где-то нужно будет это все продумывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова